Два молодых воспитанника Омской школы бокса с 17 по 25 сентября защищали честь нашей страны на юношеском первенстве Европы в Албане. Илья Богатырев сумел провести пять победных боев подряд и заполучить высшую награду соревнований в весовой категории до 70 килограммов. 27 сентября европейского триумфатора в аэропорту встречали близкие и представители федерации бокса. Это уже не первая победа Ильи на международном ринге, но далась она непросто. Было сложно, но мы терпели, преодолевали все, дрались. Самый сложный был финал. Такой был он очень упертый. И боксер прессинговал, не давал дышать. Я очень устал. Но рад, что так все сложилось. Выиграл. К этой Европе готовились в течение года. Много было потрачено сил. Приехали на Европу и доказали, что мы все-таки лучшие в этом весе 70 килограмм. Илюша молодец, сделал все, что мог. Я за него очень рад. То, что заложено было в нем, он все отдал. Анатолию Федоткину, выступавшему весовой категории 63 килограмма, до пьедестала добраться не удалось. В четвертьфинале он встретился с британцем Джеком Олефантом, который впоследствии и забрал золото турнира. Прихватило, можно сказать, тренировок. Потому что тренировок был больше. Ну и подготовленный я не полностью был. И меньше половины был подготовленный. Но это, по моему мнению, вот так вот. Что мог бы еще был лучше. В родном городе поздравить победителя континентального первенства и всех, кто вложил силы в этот результат, приехал министр спорта Омской области Дмитрий Крикорианц. Встреча прошла в рамках открытой тренировки сильнейших омских боксеров. Наверное, это вот такой некий апофеоз. Или, так скажем, результат, который после какого-то определенного временного среза наступил. Это очень важно для того, чтобы остальные ребята, которые занимаются и приблизительно находятся в этом же возрасте, для себя какие-то вот такие стимулирующие вещи видели перед собой, рядом с собой, на тренировке. Я думаю, что это теперь как бы понакатанно уже должно идти. Есть еще подрастающие ребята, которые перспективные, готовые показывать результаты. Мы их знаем и надеемся на них. Ну и те, кто уже есть, они тоже, надеемся, что, переходя уже в более старший возраст, тоже продолжат показывать такой же хороший результат. Очень приятно, конечно, что такие люди приехали поддержать горячие, теплые словацкие и сказали. Приятно стало. После отдыха какие у тебя планы? Готовиться на первенство Кубок России будет в Санкт-Петербурге. Там надо хорошо себя показать, попасть в сборную по юниорам. Новый шаг, новая ступень. Там более все взрослое, более высокие уже, сильные соперники. Раунд работаем левой рукой. Три минуты. Руководит тренировочным процессом будущих чемпионов легендарный омский тренер, именинник Леонид Киселев. Признается, что по такому поводу, как чествование наших спортсменов, приходить на работу, да еще и в свой день рождения, особенно приятно. Леонид Николаевич поделился своим экспертным мнением о новоиспеченном чемпионе Илье Богатыреве. В чем, так сказать, его на самом деле, на мой взгляд, оригинальность? В том, что он на соревнованиях всегда лучше боксирует, чем на тренировках. Хотя, в принципе, 99% боксеров это делают наоборот, так сказать. Вроде бы красавец в зале, так сказать. И в ринге не то, что никакой, но хуже, так сказать. А здесь, так сказать, он мало чем отличает от своих, так сказать, коллег по залу, так сказать. Ну, а боксирует, конечно, здорово. Вот сейчас я смотрел по телевидению, так сказать, делал то, что сейчас уже, так сказать, есть возможность посмотреть. Ну, классно провел все бои, отлично. От боя к бою рос, это тоже здорово, так сказать. Бокс в нашем регионе на подъеме. За первое полугодие 2017 года 73 мяча стали победителями и призерами наиболее значимых официальных всероссийских и международных соревнований. В региональном министерстве спорта и федерации бокса Омской области намерены поддерживать победную тенденцию. Работаем уже не первый год, постоянно проводим соревнования. Ребята ездят, выезжают на различные турниры разного уровня, от городских до всероссийских и международных соревнований. Соответственно, и плюс тренерская работа, отсюда мы выявляем лучших, что показал Илья. То есть, в принципе, это большая коллективная работа, которая стоит за спиной боксера, но боксер уже, соответственно, показывает свой результат.